Белоруссия 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 Ну, армяне считают иначе, что дверей может быть много и третья, четвертая могут быть закрыты А я, честно говоря, слушаю Сергея, даже вдохновилась, я, наверное, все-таки наивный человек, я думала, боже мой, ну, получается же у кого-то В общем, главное, мы поняли, что Сергей не похож на армян, у Сергея одни двери, они открылись, и можно идти дальше, и этот путь будет долгим, и я очень-очень надеюсь, что будет плодотворным Вот, какие инструменты вы, как творческий человек, будете использовать для того, чтобы действительно получалось то, что нужно людям Потому что многие говорят, мы пробуем вот так, мы делаем так, мы экспериментируем, мы ищем себя Как вы вообще считаете, это правильно, искать себя 10-15 лет? Можно так и до пенсии, как говорится, дойти и ничего не добиться в плане творчества? Ну, смотря, что подразумевать под этим, я считаю, что искать себя правильно Ну, во-первых, я знак зодиака весы, я все время ищу себя, но, скажем, мне кажется, любой самодостаточный человек, который хочет развиваться В каждом новом возрасте у него приходят новые мысли, и он по-новому воспринимает все, что его окружает Поэтому, конечно же, далеко ходить не надо в Земфиру вспомнить этом, да, у нее каждый новый тур, это новые аранжировки на старые песни Она пускает и те же песни, но она чувствует их по-новому, передает, как она чувствует их сейчас Поэтому, конечно, останавливаться никогда не нужно, в хорошем смысле слова Ну, то есть, начинает искать себя Так, как вы ищете себя на данном этапе? Какой, может быть, жанр исполняете? Остановились на каком-то? Или, может быть, у вас кардинальные изменения в связи с переездом ждут? Да, вот, в общем-то, я себя нашел пока Вот, я прям хорошо себя чувствую В смысле, для весов это такое нетипичное Это на весе, наконец-то Да, да, потому что я знаю, какую музыку я сейчас хочу исполнять И в том числе у меня хорошо получается Это, я это называю поп-клаб Ну, то есть, в основном это клубные биты, но на русском языке я пою Поэтому, соответственно, это такой радиоформат На мой взгляд, ну, хорошая поп-песня, которым не стыдно играть в клубах Ну, в общем-то, собственно говоря, двери открываются с танцевальным ритмом, я бы сказала, Роман Перед Сергеем Ну, я думаю, что нам надо напомнить нашим телезрителям, что они смотрят новый российско-армянский телеканал В студии сейчас Роман Гуцариан и Маргарита Азидян Идет передача, которая называется «Разговор с армянским акцентом» Но кроме этой телепередачи, конечно, я рекомендую вам смотреть около 20 новых телепроектов Которые также уже запущены или запускаются в новой эфирной сетке Ну, вот, например, я думаю, что нужно смотреть такую телепередачу, которая называется «Кухня с армянским акцентом» Ведущая этой телепередачи Рузана Косян готовит с теми или иными звездами спорта, кино и эстрады Российскими и армянскими Те или иные армянские или русские блюда Кстати говоря, в последних выпусках Рузана снимала грузинские блюда И певец Паскаль, и многие другие артисты, включая Наталью Гулькину Готовили чашашули, оджахури и все вот наподобие Честно говоря, когда я смотрел, как они готовили эти тяжелые, калорийные блюда Я подумал, да, наверное, российские артисты потолстеют после них Вот, но мы-то продолжаем оставаться в тонусе Хотел спросить про Белоруссию, вернуться к Белоруссии Когда ты жил в Белоруссии, наверняка ты был тоже, как и все молодые люди Влюблен? Был ли ты влюблен? И была ли это любовь безответная? Или ты всегда добиваешься того, чего ты хочешь? Ну, как вам сказать? Ну, это очень, опять-таки, да, тройной вопрос Потому что я, конечно, я влюбляюсь Это абсолютно, я все-таки, наверное, в этом солидарен С моим предыдущим оппонентом В смысле того, что творческие люди, они все-таки влюбчивые Это безусловно так Но я уже весьма состоявшийся относительно внутреннего возраста человек Поэтому я понимаю, как расставлять приоритет относительно симпатии И как раз-таки то, что можно назвать влюбчивостью Кроме всего прочего, я же окончил режиссерский факультет И как раз-таки все творчество Вот это вот поток людей Очень воодушевленных иногда Даже чересчур гипервлюбчивых Которые прям забывают о своей любви уже через час Я с такими людьми сталкивался Иногда становился жертвой Да, подобных заблуждений Но все-таки я сейчас счастлив И вот если вспоминать, конечно, было все Все было Но я смотрю вперед только с высоко поднятой головой И с добрыми намерениями Я об этом песне пою И поэтому у меня все на настоящий момент хорошо Так, ну а ты уже заведомо называешь предыдущего гостя Моим предыдущим оппонентом Так, в чем ты не согласен? Что может быть, пока ты ждал своего выхода в эфир Что тебя так покоробилось, чем ты сказал Да вовсе это не так Все по-другому Вот, наверное, касаемо грустных композиций Медленных, в частности Я считаю, что человек, который задает Каждый человек сам задает свой внутренний ритм И когда человек обращает внимание на то, что его расстраивает Это усугубляет его проблему То есть, когда человек перенастраивается на позитивный лад Это поднимает, соответственно, его взгляд Куда-то дальше, за проблему, вперед И я вам честно скажу В психологии есть такое понятие На самом деле, все, что транслируется Из радио, из телевидения Это все имеет влияние Самое прямое на психологическое восприятие человека То есть, почему вы улыбаетесь И желаете людям хорошего настроения Потому что они видят ваши добрые глаза И ваши искренние обращения И чувствуют какую-то внутреннюю защиту, наверное И предрасположенность к хорошему дню И у меня, в частности Я к этому пришел без книжек Я просто начал слушать позитивную музыку Как любой подросток У меня был период, когда я слушал очень много грустных песен И любил просто сам себя жалеть Со своими упиваться своей болью И такие же писал песни грустные Но потом с возрастом начинаешь понимать Что ты от этого устаешь Я, например, не вижу кайфа в сидении и жалобах на жизнь Я, например, не вижу, но иногда как начну страдать Кайфа не вижу, но страдаю, понимаете Вот такое бывает Да, вот любимую пострадать А я считаю, что нужно от этого уходить Конечно, это не всегда получается по щелчку Но иногда нужно попробовать Вы сказали, что вы всегда относитесь к людям с добрыми намерениями Возвращаясь к нашей теме о безответной любви Как раз-таки некоторые девушки, которые влюблены в парней Сталкиваются вот с какой ситуацией Мало того, что нет в ответ ничего Так еще и некоторые парни, которых, например, я считаю, что это все-таки непорядочно Несправедливо и неправильно Которые, как раз-таки, пользуясь случаем Относятся к таким девушкам не с добрыми намерениями Что вы думаете о вообще таких мужчинах, о таких парнях? Я понимаю, что нас будут смотреть и не будут А смотрят, в том числе парни разного возраста В том числе мужчины со своими семьями Что вы думаете о мужчинах и парнях, которые пользуются таким случаем И подходят к этому с недобрыми намерениями? Ну, я считаю, что тут, наверное, бог судья каждому Безусловно, ничего хорошего в этом нет Ну, что еще скажешь? Я так понимаю, что вы подбираете слова Маргарита, посмотри Белоруссия же, на самом деле, очень дипломатичная страна Нейтральная, дипломатичная Вот, может быть, жители Белоруссии тоже похожи на своего президента Но в данном случае нет прямолинейности Вот, я думаю, батька сказал бы все, что он думает Я сказал все, что я думал Лучше сказать прямолинейно Я считаю, что это очень плохо Плохо, но как бог каждому судья Плохо, и бог каждому судья Кстати, если разобраться, там очень много слов сказано Сергей, тогда такой вопрос Вот мы смело и тут обсуждали, что, в общем-то, молодые люди бывают неизрядно навязчивы Когда хотят чего-то добиться Был ли ты жертвой, собственно говоря, когда, в общем, отвергали твою любовь? Ой, я очень был навязчив Я просто такой идеалист Я, знаете, такой прям вот герой из сказок Ну, не без каких-то Сейчас я не в том смысле, что я такой весь хороший-хороший Хвалю себя, хвалю А в том смысле, что для меня отношения – это идеал И вот, если мне нравится человек Я сделаю вот все для того, чтобы все было хорошо Чтобы мы проводили вместе время Для того, чтобы, ну, то есть, все поделю пополам, ну, грубо говоря И, конечно, когда... Мне кажется, это какой-то все-таки более, что ли, зрелый подход, наверное Потому что я уже в 16 лет, у меня была любовь Я знал, что это моя любовь на всю жизнь Я хотел вот жениться И вот, ну, прям, и никто мне был не нужен вообще А девочка жила со мной в одном дворе А потом переехала И так мы, кстати, с ней больше не увидели А я ждал, ждал Несколько лет Вот И ни на кого не смотрел И поэтому... У меня сейчас скупает слеза на глазах У девушек есть, да, такое вот Взять и переехать Понимаешь, самый неподходящий момент Я смотрю, у вас что-то совпало сейчас или что? Видимо, да, что-то была история такая же Теперь все-таки вернуться к нашей теме Канал у нас так и называется Российско-армянский телеканал Что вас связывает с армянами? Потому что мы, казалось бы, всем задаем этот вопрос Но, естественно, мы не можем отпустить наших гостей Не узнав у них, что их, собственно говоря, связывает с армянами Кроме того, что их взяли и пригласили на этот канал Потому что они интересны, да? Я вас слушаю внимательно Ну, я не буду врать На самом деле, меня вообще ничего не связывает с армянами Вот видишь, нужно начинать с чего-то, вот Ну, я действительно ничего не связывает И мне было очень интересно как раз-таки узнать Что же я буду здесь делать? Да, и оказалось, что есть что И это так здорово, я так счастлив Теперь меня, вот что теперь меня связывает с армянами Ваш канал Это же так классно Ну, в общем-то, мы рады, что у нас с таким вот позитивным человеком Который ко всем относится с добрыми намерения Связывает наш прекрасный первый российско-армянский телеканал Певец Сергей Рэй, который очень популярен в Беларуси Оказывается, его ничего не связывало с армянами До сегодняшнего дня До сегодняшнего дня, да Но мне кажется, что армяне себя должны повести как гостеприимные люди А мы так себя и ведем Да, зря наш гость думает, что у нас ничего нет на столе Это значит, что у него, что у нас что, ничего нет для него Конечно, есть, это клип, армянский клип на первом российско-армянском канале Финал, вот для кого-то финал это круто Понимаете, вот люди смотрят песни «Год» и говорят Когда же будет финал, когда все выйдут артисты и споют вместе Кто-то ждет финала, чтобы понять, какая же страна получит золотую медаль Но мы не очень рады, когда подходит конец, финальная часть телепередачи Потому что время-то прощаться Я тоже, знаешь, я всегда это воспринимаю, как вот есть финишная прямая Все спортсмены с такой радостью вот эту ленту разрывают, бегут А я всегда думаю, ах, чуть-чуть-чуть-чуть, еще подойду к ленте, еще чуть-чуть Но, к сожалению, все-таки эфирное время, оно жестоко иногда поступает с нами И я напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в гостях певец Сергей Рэй Сергей, здрасте, еще раз Ну, поговорили мы обо всем, кроме о будущих планах Вообще, все здорово Я даже не успела договорить, Сергей сразу меня понял, сразу, ах, и так Ну, начните вопрос, на вдруг Меня полностью устраивает ваша реакция, и так Мы записали новую песню, сняли на нее клип Очень необычный, я ничего пока не могу, к сожалению, рассказать Вот, к сожалению, это, я сам себя очень сдерживаю, потому что я могу о нем говорить бесконечно Но песня называется «Вселенная» И ее написала продюсер и автор, многократный обладатель премии «Золотый граммофон» Песня года и международных премий BMI Елена Кипер, автор песен «Лолиты», «Дима Билана», «Певица Славы» Уже знаем таких людей, хотела их рассказать Мне посчастливилось в юношестве поработать в ее продюсерском центре Я был большой поклонник Лены и ее сольного творчества И она пригласила меня поработать у нее И с тех пор она следит за моим творчеством И вот с тех пор, как я сюда переехал, активно я просила ее всегда мне помогать И вот мне повезло, она написала на одну из моих мелодий русский текст Русский текст Сергей так сказал, русский текст, знаешь, меня аж обрезало До этого только китайские были и корейские Ну, вообще клубную музыку действительно Я вот хочу поддержать, Сергей, а исполняют чаще на английском, еще на каком-то языке, правильно? Правильно, тяжело ли исполняете? Потому что я вообще где-то читала, что многие певцы говорят о том, что русский язык вообще на русском тяжело петь Он какой-то там не очень певучий, если можно так выразиться Клубную музыку каково петь на русском? Да, вообще прекрасно просто Никаких сложностей я не испытываю при этом Так, не будет ли тебе скучно через 10 лет все вот танцевальное петь? Да посмотрим через 10 лет Может и будет скучно, может вообще все другое будет Я вот скажу так, у меня был достаточно долгий творческий поиск себя как раз-таки В тему как раз-таки нашей все-таки главной беседы о любви неразделенной Когда я очень усугублял это чувство в себе, культивировал, очень много рождалось грустных и более того депрессивных, даже наверное злых песен Которое произнося я в себе это чувство только развивал и не находил из него как бы излечения То есть выхода в свет, в любовь и зацикливался на своей неразделенной любви Ну вот я лично сейчас о себе говорю И в тот момент, когда я осознал это и начал как раз-таки больше в танцевальной, позитивной музыке В тот момент ко мне начали приходить позитивные, светлые, танцевальные композиции И которые сейчас меня мотивируют То есть раньше я мотивировал себя на них, а теперь они меня мотивируют Прежде чем мы скажем Сергею, что, как говорится, пора покинуть нашу студию Мы это говорим не потому что выгоняем кого-то, а потому что вот такая у нас система Хронометраж, да Во всем, вот хронометраж Что ты хочешь пожелать телезрителям? Смотрят, кстати, нас не только армяне, но и русские, и Дагестане, кстати, нас много смотрят Мне это, кстати, удивило как-то, когда я получил статистику, что в Дагестане много смотрят первый российско-армянский канал Но это неудивительно, потому что в Дагестане люди очень относятся строго к... ...к девушкам, и может быть им вот все нравится в нашем канале, почему нет? Что ты хочешь пожелать всем, с кем ты до сих пор не был знаком, но говоря каналу, понял, кто такие армяне и с чем это едят? Ну, мне хотелось бы, наверное, сказать о том, что каждый из нас должен, несмотря ни на что, уважительно относиться к чужому мнению Хранить себя, свое собственное достоинство в любых ситуациях Уметь находить компромиссы, быть профессионалом в том, чем он занимается Не бросать мусор мимо урны Забирать бездомных животных И посмотреть по сторонам, побольше Может быть, можно будет увидеть что-то светлое в том, что на сегодняшний день вас может огорчать Любите своих мам, своих сестер, братьев И звоните там всем иногда Вот, хотя бы иногда И не обижайтесь тех, кто вас очень сильно любит, потому что таких людей нельзя обижать Сергей, ну какой ты хороший У тебя пожелание, что называется, даже для того, кто увлекается экологическими проблемами насчет мусора До, понимаешь, самых высоких таких вот Я же из Беларуси у нас Чистая страна Нигде не увидишь Даже букашки, которые валяются где-либо И в Беларуси, кстати, моют асфальт шампунем, правда же? В центре Минска Ну, я, честно говоря, не видел А вот Ты мало гуляешь по центру Минска Вот я вот пару раз гулял в прошлом году Мыли шампунью, представляешь? Прям пена везде И моют, и моют Можно гордиться, понимаешь? Сергей, ну, ты гордишь свою страну А мы гордимся тем, что Наконец-то у тебя хоть что-то связывает с армянами Ну, даже не то, чтобы хоть что-то А первый российско-армянский телеканал Спасибо, что ты к нам пришел И спасибо тебе за искренность И оставайся таким же открытым Даже если иногда Жизнь может закрывать людей в каком-то плане Ты оставайся таким же открытым Потому что очень приятно с тобой разговаривать И общаться И на любые темы можно И мне с вами тоже Сегодня Сергей пришел со своим клипом к нам То есть не с пустыми руками В следующий раз можешь и без клипа прийти Но мы, например, не откажемся от драников Настоящих белорусских драников Как говорится, мы армяне рады сами угощать Но мы любим, чтобы гость тоже пришел не с пустыми руками Ладно, друзья, нам надо действительно прощаться Время наше истекло Сергей, только и только хорошего мы тебе желаем И, кстати, ты правильно делаешь, что вовремя улыбаешься Ты очень телегиничный, артистичный Но самое главное искренне Это очень важно для нас Для людей, которые сидят на телевизоре И хотят донести для телезрителей положительно Спасибо Спасибо большое Всего хорошего дня Ну вот, теперь камеры только наши Надо нам прощаться Ну а я хочу сказать, дорогие телезрители Если вы хотите побольше узнать о наших гостях Вы, конечно же, досмотрите нашу передачу до конца Потому что потом будет кое-что интересное А интересное не что иное, как клип Сергея С которым мы сегодня буквально минуту назад беседовали Дело в том, что никогда мы еще не закрывали нашу телепередачу именно так Обычно мы прощаемся, идет заставка Но так как парень Беларусь Мы к белорусам относимся очень хорошо Кстати, Армения и Беларусь дружат Не только на уровне президента, но вообще народными И раз, наверное, друг доселе никогда не был знаком с армянами Мы должны сделать особый армянский шаг Сегодня мы пойдем против правил нашей телепередачи Сначала мы покажем клип А потом уже вот эта заставочка, которая скажет пока Ну что, а нам надо прощаться, пока Мы с тобой, не зная время Разбежались в никуда Но со мной осталось пламя Что горит в тебе всегда В каждом образе встречаю Незнакомые черты Жаль, что долго выбирали Я и ты и те мечты Такие странные Такие легкие Еще влюбленные Это мы Такие разные И обновленные И обновленные Еще влюбленные И обновленные Это мы Кто-то рядом на рассвете Забываю имена Без тебя весны не будет У нее Твои глаза Пусть замерзнут наши чувства Как в том долгом странном сне Все равно не потеряешь То, что я любил Тебе Я тебя просил Не сходи с ума Только без меня Ты совсем одна Стой, не уходи Попрошу тебя Больше не одни Это навсегда Такие странные Такие легкие Еще влюбленные Это мы Такие разные И обновленные И еще влюбленные И еще влюбленные Еще не влюбленные И еще влюбленные Такие разные Субтитры сделал DimaTorzok